МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голодовка довела одного из работников СИП трубопроводстроя до реанимации. Владельцы предприятия сегодня начали переговоры с протестующими. Нарушителям правил парковки пошли навстречу. Водителям разрешат забирать машину, пока эвакуатор не начал движение. Новые правила вступают в силу на этой неделе. В разгар отпусков в новосибирце записываются на курсы по выживанию в диких условиях. Наш корреспондент заблудился в тайге и сутки прожил на подножном корме в качестве эксперимента. Как обычно, в это время по будням в эфире новосибирские новости. Здравствуйте. Сегодня одного из голодающих сотрудников СИП трубопроводстроя увезли в реанимацию. Остальные 14 человек продолжают голодовку. Уже почти неделю люди отказываются есть, требуя выплатить долги по зарплате. Деньги они не получали с августа прошлого года. Сегодня голодающим наконец-то вышли акционеры предприятия. Репортаж Александра Вяткина. Я упаду. Меня на скорой помощи увезут отсюда. Немного откачают. Я на ноги встану и снова сюда приду. 13 сотрудников СИП трубопроводстроя голодают уже неделю. На днях к ним присоединились еще двое. Люди устали от обещаний и хотят получить честно заработанные деньги. Каждому предприятие «Банкрот» задолжало в среднем по 400 тысяч рублей. Голодающие настроены решительно, однако силы уже сдают. Мы пьем воду, чай, и нам дают глюкозу. Вот одного уже увезли. Не выдержал. Давление упало. Его увезли в реанимацию. Договориться с сотрудниками СИП трубопроводстроя теперь пытаются акционеры и представители конкурсной компании. Помещение подвиньте. Меня не трогайте. Руку уберите. Нашу съемочную группу охрана пытается остановить уже на входе. Проводить переговоры в присутствии журналистов наотрез отказываются. Мы с вами не будем начинать. Это собрание коллектива. Один из акционеров все-таки согласился с нами пообщаться. Он предприятием не управляет уже несколько месяцев. С тех пор, как было введено конкурсное производство. УК даже на сегодняшний день 30 миллионов лежит. Пока не знаем, куда перечислять. То есть в течение двух месяцев, июнь, июль, почистим все, что ОАО заработало у заказчиков. А остальное я вижу в распорядке имущества. Имущество все целое, все сохранено полностью. Его с лихвой хватает. Благодаря этому часть многомиллионного долга по зарплатам все-таки погасили. А сегодня на встрече людей успокоили и пообещали светлое будущее. Выплаты как бы начнутся в следующем месяце по зарплате. Вчера перечислили за сентябрь. Ну, сколько нам трудов стоило, чтобы добиться вот этого? Я вот не знаю. Многие, может, и не верят, что мы добились. Парни там недаром голодовали все-таки. Однако голодовку прекращать сотрудники предприятия не собираются. Говорят, стоять на своем будут до последнего, пока не получат все заработанные деньги до копейки. Александр Вяткин, Олег Макаров. Новосибирские новости. Точка наконец-то поставлена в вопросе эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Теперь водитель, нарушивший правила парковки, может забрать машину, пока эвакуатор не тронулся с места. Единственное, что потребуется – оплатить штраф за нарушение. Новый порядок эвакуации изменится уже на этой неделе и будет единым для всей страны. Об этих и других новшествах для водителей в сюжете Анастасии Вагановой. Этого новшества автовладельцы ждали давно. Наконец, в законе четко прописали – машина считается эвакуированной, лишь когда погрузчик начал движение. До этого момента вовремя подоспевшему владельцу обязаны отдать машину и выписать штраф. В Новосибирске этот законопроект уже почти год продвигает депутат Максим Леоненко. У нас много раз его не принимали, отклоняли, ссылались на то, что или сотрудники полиции не могут, или прокуратура там как-то, или у нас… Давайте просто уже, когда все аргументы кончились, давайте подождем федеральных. Когда уже на прошлой сессии рассматривался законопроект, уже в третьем чтении был федеральный закон принят, наши поправки все равно не прошли, все были против. Сегодня же на Комитете по транспортной политике с нововведением согласились все единогласно. Но уже сейчас понятно, что компании по эвакуации будут нести убытки. В кулуарах говорят, что ряд депутатов после сентябрьских выборов попытается компенсировать потери бизнеса за счет введения дополнительной оплаты холостого хода эвакуаторов. Между тем, целый ряд других нововведений ждет водителей пешеходов этим летом. Уже с 19 июня тех, кто паркуется на местах для инвалидов, будут наказывать штрафом в 5000 рублей. Ужесточается наказание и для тех, кого не в первый раз ловят пьяным за рулем. Теперь для таких нарушителей не будет административного наказания. Сразу уголовное. После 1 июля данное правонарушение будет влечь уже за собой существенный штраф, там минимум 200 тысяч рублей, либо кратный доходу годовому правонарушителя, либо лишение свободы до двух лет. Новшества и у ответственных за застояние дорог. Об изменениях в схеме и правилах дорожного движения водителей обязаны информировать как минимум за 20 дней. Кроме сообщения, в средствах массовой информации должны быть соответствующие информационные табло со схемой изменения и их причинами. Эти изменения можно назвать самыми масштабными. За последнее время они касаются всех участников дорожного движения. Так, пешеходов обязали носить светоотражающие элементы в темное время суток, правда, пока только вне населенных пунктов. А мотоциклистов будут штрафовать не только за езду без шлема, но и за незастегнутый защитный головной убор. Анастасия Ваганова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Сегодня в октябрьском суде началось рассмотрение дела обманутых дольщиков. На скамье подсудимых один из топ-менеджеров компании «Неоград», которая возводила микрорайон Закаменский. Напомню, недостроенными остались четыре многоквартирных дома. Уголовное дело насчитывает почти 200 томов. В материалом следствии руководство компании похитило у дольщиков более миллиарда рублей. Потерпевшими признаны несколько сотен человек. Сегодня судья принял решение. Дело Артема Короткова, заместителя директора «Неограда», будет рассмотрено в особом порядке. Он признал себя виновным в мошенничестве, активно сотрудничал со следователями. В обмен на это наказание подсудимому смягчат. А вот его начальник, глава «Неограда» Владимир Аксенов, виновным в хищении средств дольщиков себя не считает. Следствие по его делу продолжается. Ставки по ипотечным кредитам в Новосибирске упали до 9,5% годовых. Буквально за последний месяц несколько строительных компаний в сотрудничестве с банками вели специальные программы по покупке жилья. Буквально в мае с одним из банков мы подписали соглашение о снижении процентной ставки по ипотеке до 9,5%. И самое важное, что эта ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. То есть уменьшает стоимость кредита, в конечном счете уменьшает стоимость квартиры. Программа гос. ипотеки сортовала в апреле. Тогда ставки по кредитованию на покупку жилой недвижимости резко снизились за облачных 30% до 13%. Оказалось, что это не предел. В борьбе за покупателя строительные компании пошли дальше. До ставок в Европе или Америке еще далеко, но платеж вполне сопоставим с арендной стоимостью жилья. А так ежемесячная выплата за двухкомнатную квартиру может составить 20-25 тысяч рублей. В Центральном парке развернули масштабную реконструкцию дорожек. Таких восстановительных работ здесь не проводили почти 30 лет. В планах администрации также обновить газоны и клумбы. Сейчас почву и растительность парка оценивают специалисты-дендрологи. Вероника Иванова с подробностями. Летом ремонтируют покрытие не только новосибирских магистралей. В Центральном парке обновляют дорожки от улицы Романова до Фрунзе. Всего около 9 тысяч квадратных метров. Больше половины асфальтируют, остальное выкладывают плиткой. На это выделили более 13 миллионов рублей. Причем большая часть денег из городского бюджета. Хуже, чем в этой зоне, ничего не было. Здесь даже не было гуляющих мамочек с колясками, которых у нас очень много. Потому что на этих колдобинах коляску трясло, так что это было невозможно. Поэтому здесь просто люди старались побыстрее проскочить и все. Но сейчас сами не летели. Покрытие в этой части парка теперь безупречное, но роллерам и велосипедистам сюда дороги нет. Опасно, слишком много малышей. Сначала дорожки были не очень плохие. То есть мы по ним буквально прыгали, спотыкались. А сейчас очень гладкие. Тоже нам нравится. Хотелось бы, чтобы весь парк был такой. Гладенький, удобный. Подрядчики выполнили уже две трети работ. Завершить реконструкцию планируют за эту неделю. Пока что идут с опережением, хотя погода может внести свои коррективы. Девять дней мы фактически были под дождем. То, что влияет на технологию асфальтирования. Но на плитку, в общем-то, дождь особо не влияет. Наоборот, уплотнение происходит песка. А в основном касается асфальта. Реконструировать оставшиеся зоны, где главный вход и сцена, хотят в следующем году. По словам директора, парку давно нужна современная светодиодная панель и мощное освещение для катка зимой. Возможно, поработают и над планировкой, и новыми объектами. Еще недавно здесь был разрушенный асфальт, уложенный десятки лет назад. Сейчас парк преобразился. Здесь ровная тротуарная плитка. На этом месте администрация в будущем мечтает сделать настоящую площадь. Со скамейками и большими часами. Чтобы для новосибирцев эта часть парка была местом счастливых встреч. Кроме того, сейчас специалисты-дендрологи обследуют деревья. Многие из них изрослись и болеют. Газонов, как таковых, нет. Лишь заросли сорняков. Их постепенно заменят на молодняк. Рядом разобьют клумбы. Чтобы на главный городской парк указывало не только его место расположения. Вероника Иванова, Роман Семенов. Новосибирские новости. Новую игровую площадку для детей с особенностями развития сегодня открыли на западном жилмассиве в реабилитационном центре «Заря». Все конструкции не только удобные. Главное, они безопасны. Здесь оборудованы качели с подвеской, специальные скамейки, спортивная зона. Ольга Маховская оценила. Вы посмотрите, с какой радостью терзают эти аттракционы дети. Просто на этой детской площадке есть специальные элементы для детей с ограниченными возможностями, которые позволяют им почувствовать элементарную радость. Просто от качания на качели или катания с горки, а не наблюдать, как это делают другие. Мы с моей помощницей Наташей тоже решили перестать быть наблюдателями, а стать настоящими испытателями. Наташа, готова? Да. Если закрыть глаза, ты будешь приятно, как птица летать. Или как самолет. И тут очень приятно, потому что тут все безопасно. Мне еще нравится вот эта горка. Помощь тебе моя нужна? Нет. Тут удобно собираться. Ну, а я со своей стороны могу добавить, что за безопасность я бы поставила пятерку с минусом. Острых углов нет. Детали все пластиковые. Единственное, что покрытие можно было бы сделать более мягким и безопасным. Но здесь вышли из положения, насыпали песок, что, в принципе, тоже амортизирует удар. Здесь очень много деталей. Вот, например, есть такая винтовая лестница. На ней можно полазить, ее можно покрутить. Есть веревочная лестница. Можно, например, почувствовать себя скалолазом вот на такой стенке. Это уже третья подобная площадка в городе. Ее построили силами муниципалитета, бизнеса и благотворителей. Причем запросы детей и родителей обсуждали заранее. Поэтому здесь стоит как раз аттракцион для детей с пандусами. Также качели-гнездо здесь приставлены. Туда тоже можно положить детей с ДЦП. Сенсорные такие игрушки, которые дети могут трогать и развиваться. Ты знаешь, у этой площадки пока нет названия. Вот как бы ты назвала эту площадку? Радость. А я бы, знаешь, как назвала? Как? Изумрудный город. Знаешь, почему? Почему? Потому что тут все зеленое и красиво. Потому что, как в песне поется, идем дорогой трудной, мы в город изумрудный. Но добраться сюда не так сложно, как нам показалось. Семьям с детьми инвалидами обещали помогать транспортом. На самом деле здесь достаточно хорошая транспортная доступность. Из наших центров мы детей будем довозить на транспорте специальном. Наташа уже готовится в следующий раз. Она хочет протестировать новую спортивную площадку. Ольга Маховская, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Сегодня в дачной академии садоводы-любители могли продегустировать 30 сортов жимолости. Самая ранняя и самая полезная сибирская ягода уже созрела. Восторг. Марена, дочь великана. Для некоторых сортов еще даже не успели придумать название. Специалисты говорят, что более неприхотливые экологически чистые ягоды не найти. Растение не страдает ни от вредителей, ни от болезней. Даже засуха не страшна. Для хорошего урожая хватает весенней талой воды. Единственный совет от агрономов – обязательно сажать вместе несколько разных сортов. Она снижает давление. У кого высокое давление, страдающие люди, особенно в пожилом возрасте, снижает давление. Нужно утром. По утрам кушать 100-150 грамм ягод с чаем в любом виде. В сыром, в мороженом, компоты, варенье и так далее. Ну и в общем, вот сейчас ничего нет, все привозное, а это наше родное. Новосибирцы записываются на курсы по выживанию в экстремальных условиях. Особым спросом пользуются занятия в лесу. Что делать, если отбился от группы, заблудился, а с собой нет ни еды, ни воды, ни даже мобильного телефона? Александр Попов провел эксперимент. Что из этого вышло? Подробности в репортаже. Итак, представим, что мы заблудились. С собой лишь самый необходимый минимум. И уж, конечно, нет ни палатки, ни спальника, ни стандартного набора для выживания. Первый вопрос, куда идти? При отсутствии карты и компаса, такие местные признаки, как мхи, ветви деревьев, для нас будут абсолютно бесполезны. В тайге они не работают. Используя методику падения высоты, мы спускаемся все ниже по рельефу местности, выходим на родник или ручей, движемся далее по нему до более крупной реки. Итак, проблема с водой решена. Сухостоя для костра вокруг тоже очень много. Сейчас самое время подкрепиться. И даже если вы с собой ничего не взяли, природа не оставит вас голодными. В тайге мы можем найти саранка. В древности используется в качестве картофеля. Из него выпекали лепешки. Молодива – отличный витаминный продукт. Ну и всем известен слезун, горный лук. Ну и в любом гнилом дереве мы можем найти отличный источник протеина. Вкусно, блин? Утро вечера мудренее. Ночью видимость практически нулевая. Невозможно нормально сориентироваться и быстро передвигаться. Вымотаетесь, но пройдете в разы меньше, чем днем. Поэтому нужно соорудить убежище для ночлега. Данный тип убежища называется поджиг. Относится к закрытому типу убежищ. Источник тепла находится внутри. Разводим костер. Сверху строим шалаш. Такого убежища нам хватит на 8-10 часов. Будет вполне комфортно. Спится как в бане. Говорят, что подобные ночевки помогают при простудах, проблемах с позвоночником, полезны для мужского здоровья. Даже вылазить не хочется. Но необходимы калории и энергия. Поэтому нужно раздобыть мясо. Для ловли птиц и мелкой живности можно использовать опадный самолов. Для этого скрепляем три бревна и делаем простейший пусковой механизм. Чудесная ловушка сработала. Она не только сама ловит, но и ощипывает и коптит. Из уважения к природе убивать мы никого не стали, набив желудок покупной курицей. В дальнейшем вам нужно будет идти вдоль русла реки. И где-то вы подцепите дорогу, либо выйдете к населенному пункту. Нам удалось без проблем для здоровья прожить сутки в диких условиях. Александр Попов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. И на этом все. До завтра.